Мы хотели бы послушать еще ваши песни, посвященные событиям Гази и тому, как вы тоже принимали участие в этом противостоянии, в этом марше, когда 50 тысяч людей попытались окружить Кфар Маймон, но их не пустили. И у Юла все же вопрос. Кстати, я не знаю, видели ли вы по телевизору, по-моему, 30 или сколько раввинов собрались и смертный приговор вынесли Шарону. Вы не знаете об этом? Такие вещи делали в средние века и даже раньше, даже в Римской империи евреи очень много занимались. Это я сейчас спрашиваю. А Юла спросил, как сейчас существует арель Шарон, а я спрашиваю вот об этом вот обряде. Пульса Денура это называется. Пульса Денура обряд называется, о чем вы говорите. Сейчас расскажу. Значит, по поводу Шарона, я не знаю точно, что происходит в последние дни, часы и так далее. Когда я уезжал из Израиля, состояние его с 2005 года, говорят, не изменилось. Вот он как был в таком коматозном состоянии, кома, так и остался. И вот его не отключает от аппарата, он на аппарате. Вот такой вот. Теперь про Пульса Денура вы спросили. Я слышал об этом, я не могу вам сказать, есть это или нет. Понимаете? Наверное, есть. Я слышал, что очень многие, что я действительно знаю, что очень многие молились, чтобы это остановилось. Я не знаю, есть ли такие молитвы за месть. Я слышал, что есть такой обряд Пульса Денура, когда раввины и каббалисты могут сделать так, что человека не встанет. Но я не знаю, есть ли такой обряд. Точно. Я об этом слышал. Хотя у нас в песнях, в смешном немножечко ключе обыгрывается это дело. И даже я спел одну на телевидении там в Израиле, и ровно на этом месте, когда вот дошло до этой строчки, мы это сделали Пульса Денура, сделали как Пулька де Кура, чтобы было немножечко смешней. Но те, кто понимал, поняли. А Пулька де Кура – это куриная полка. Там были такие строчки. «Смелее товарищ, покуда не пьян, во славу царя мы закурим кальян, а после того перекура последует Пулька де Кура». Вот это мне не дали, обрубили титры и пошли. Значит, по поводу песен, вы совершенно правы. У меня есть песня про то, как происходило, вот Ула угадал, как в «Кфар-Маймоне» мы там бродили и маршировали. У меня ровно об этом есть песня. Так она и называется. Но песня написана от имени Шарона. Это такой монолог, который в спектакле в нашем звучит. Называется «Песня о Кфар-Маймоне». Не так, как вы того бы хотели. Расцветает и запахло паленым. Снятся взрослым казаки да нагайки. Но какая-то из женщин в зеленом Тихо шепчет. «Спи, сынок, нит-гедай-гед». «Кфар-Маймоне» хорошо, не тюрьма там. Веселятся, не хотят уселяться. А в димоне расщепляется атом. Кто-то должен, мать его, разделяться. Кто-то должен иногда, но не хочет. Поминай тихим словом овечек. «Я люблю вас, господа. Доброй ночи». Или, грубо говоря, «добрый вечер». «Я люблю вас и, конечно, прощаю». «Окружаю и забором, и лаской». «Я буквально на глазах воплощаю». «Старый принцип. Разделяйся и властвуй». «И пускай вы критикуете остров». «И пускай вы обзываетесь скверно». «Я возьму взаймы усилила керна». «И уеду жить на греческий остров». «Вы замучитесь искать подоплеку». «Перессоритесь в игре, угадайки». «Я ж спектакль досмотрю издалек». «Все в порядке. Списанок. Нидге-дайге». И вот действительно так получилось, что спектакль он досматривает теперь издалека.